Я приветствую всех на 419 локальной дороге в Пенсильвании Я направляюсь в небольшой городок, который называется Криссона в штате Пенсильвания Я туда везу лом цветного металла Мне часто задают вопросы о том, как стать водителем в Америке Трак-драйвером Для этого первое, нужно оказаться в Америке На этот вопрос я отвечать не буду Однако я могу рассказать о том, как получить в CDL Профессиональные права Чтобы получить в CDL профессиональные права, нужно для начала иметь обычные водительские права Об этом я расскажу чуть позже Экзамен состоит из двух частей Из практической и теоретической Практическая часть состоит из вождения в городе Вождения на площадке и подготовки к рейсу Теоретическая часть состоит из общих знаний General Knowledge Устройстве воздушных тормозов И тестовых вопросах о сцепке Как происходит сцепка, расцепка и прочем Теоретическая часть сдается в виде экзаменов На компьютере На компьютере сдача происходит в тестовой форме На вопрос сдается четыре варианта ответа Время практически не ограничено У эмигрантов наибольшую сложность вызывает освоение английского языка Потому что сдача проходит на английском языке Если вам интересно, я могу конкретно рассказать про каждый экзамен по пунктам То есть получается, как я уже сказал Теоретическая часть и практическая Каждая из которых делится на три части Если вас это интересует Этому можно посвятить один из выпусков Так что, дорогие друзья, следите В скором времени я буду выкладывать еще видео Про дальнобой в Америке Про трак-драйвинг И постараюсь отвечать на вопросы, которые вас интересуют До новых встреч!